Музыка На протяжении более чем пяти лет мы отправили подобные конференции, а теперь уже конгрессы международные. И вы сегодня видели участие иностранных наших коллег, ведущие профессора, анестезиологи, реаниматологи из Франции, Италии, Польши, Германии, России, ну и, конечно же, из Украины. Сегодня было очень много вопросов, касающихся анестезиологии и интенсивной терапии. На каждой школе идет определенная тематика. Сегодня были многие специальные вопросы анестезиологического образования, различных аспектов сложных проблем в анестезиологии и интенсивной терапии. О чем уже говорил Иван Иванович, проблема гемостаза, введение документации анестезиологической. Мы продвигаемся к стартовой медицине, она не может обойти, допустим, анестезиологию и интенсивную терапию. И должна быть определенная правовая оценка нашей деятельности, и в том числе наши врачи должны быть тоже защищены в этом плане. Поэтому очень много вопросов. Научная парадигма, которая много лет существовала в нашей специальности в виде так называемой доказательной медицины, обсуждается, насколько она доказательная, что это такое доказательная медицина. Это искусственная конструкция, которая создает условия, неповторимые в практике, и поэтому результаты, полученные в доказательной медицине, не могут быть перенесены, экстраполированы на реальность клиническую. Или это действительно золотой стандарт, эталон, и как об этом говорили много лет. Все группы больных, которые нам кажутся однородными, когда мы их делим, рандомизируем, мы еще что-то делаем, все эти группы только кажутся однородными на самом деле. Потому что в действительности мы просто не знаем, чем отличаются между собой наши пациенты. Они могут отличаться очень кардинально. Например, каким-нибудь геном в коротком плече 16-й хромосомы. А мы этого не знаем. А оказывается, что этот ген определяет, я не знаю, реакцию на аспирид. Европейская школа, она, значит, это единственная в Украине школа. Я являюсь членом комитета европейского образования и директором этой школы. И сегодня наши соискатели, наши врачи, это практические врачи, которые прошли 6 курсов, они сдадут экзамен и получат в окончании диплом европейского образования. Занимают 6 курсов 2 раза в год по 3 дня. Ведущие специалисты из Европы начитывают лекции. И потом наши соискатели, наши врачи, наши участники этого образования, они получают сертификаты за каждый курс. Я думаю, что у вас есть колоссальный потенциал для того, чтобы все эти новые методики, которые появляются в мировой медицине, вы могли применять. Если сейчас мы говорим не столько о новых препаратах, которые появляются в анестезиологии, не с такой скоростью, но наша технология анестезиологическая, она меняется, и она направлена, в первую очередь, на снижение риска, который связан не только с самим пациентом и с его патологией, но он связан с хирургическими операциями, которые становятся все сложнее и сложнее. И он связан, естественно, с возрастом пациентов, которые становятся все старше, и которые мы сейчас практически не отказываем в анестезиологической и хирургической помощи. Медицину я выбрал в пятом классе. Медицину. Все было очень просто. Мой сосед по койке в Суворовском училище, Женя Одинцов, он все время, так сказать, нужно будет хирургом. Я почему-то тоже решил, что буду хирургом. В восьмом классе я прочитал книгу, есть такая трилогия, слышали вы, не знали, нет Германа, дело, которому ты служишь, здоровой мой человек, я отвечаю за все. Во всех критических случаях, в какой бы дисциплине это ни было, в АКУШЕ, в Генералу, их всегда зовут антибиолога-радематолога, потому что это интенсивные методы терапии, это серьезное воздействие, плюс знание патологии, и необходимые вещи знания фармакологии, фармакодинамики и всех прочих вещей. Субтитры создавал DimaTorzok